друзья всем привет меня зовут женя вы находитесь на моем канале от вот все очень рада что вы ко мне сегодня взглянули и так я довязываю свой жакет заканчиваю над ним работаю мне осталось связать одну планку до на 2 полочки планку я вижу вот такую потайную аккуратненькую внутреннюю планку которая у меня потом переходит в закрытие изделия айкордом также у меня и корд идет от самого низа изделия до самого верха моего воротничка но по низу там где меня идет расклешение у меня планки нет планку мне начинается как только заканчивается расклешение поперечно да я вижу планку потом перехожу в закрытие айкордом и в собственно все наша планочка готов такая планка будет аккуратно выглядеть если жакет будет носиться в распахнутом виде а также укреплять край изделия до держать наш воротник стойку держать кнопки также пришитые кнопки будут красиво пришиты да и не будет видно мест пришивания кнопок на внешней стороне вот так же можно в принципе если вы вязать прорамки для пуговиц использовать как потайную застежку до для застежки на пуговицы я сейчас поэтапно быстро и ну достаточно подробно вам покажу расскажу как я буду это делать так как я это сделал для вязания мне понадобится два комплекта спиц мой основной комплект спиц это спицы номер 4 которыми я вязала все мое полотно весь мой жакет но она мне они мне понадобятся только тогда когда я буду закрывать вязание айкордом а саму планку саму планку я буду вязать при помощи спиц номер три то есть на два размера меньше и так я разворачиваю к себе жакет и намечаю по какому месту я буду да по какой косички до из лицевых петель я буду набирать петли для планки я для себя отметил вот здесь на начале изделия что это будет у меня вот такая вот косичка то есть это где-то одном петель 10 от края и сейчас ориентируясь на вот этот маркер я начну поднимать петли на спицы номер три но начинать я это буду делать не здесь не возле воротничка а там где у меня должно быть до низ изделия там где у меня заканчивается баска и начинается тело изделия и так я вот определилась на каком месте да я буду подбирать в каком получается в какой косички я буду подбирать петли если у вас какие-то до резинка например да или узор который образует ровную линию до из лицевых петель и чик то вы легко и просто будете ориентироваться подбирая петельки по вот таким косичкам из лицевых петель но так как у меня узор постоянно петляет я буду тоже петлять вслед за своим узором но как бы показывать я вам сейчас это не буду потому что у вас может быть совершенно другой узор я покажу принцип итак я наметила себе место где у меня будет начинаться планка беру ниточку оставляю ниточки кусочек но сантиметров 15-20 она нам пригодится для того чтобы если нужно будет добрать вниз еще петель мы доберем еще вниз петель и чик а также для пришивания петельки чтобы здесь не образовывалась дырочки внизу вот тут то тут мы пришьем этим хвостиком потом полотно к полотну и так можно взять крючок для удобства можно обойтись при помощи спиц приподнимаем петельку дужку лицевой петли одну которую мы наметили и протягиваем под нее ниточку 1 2 3 здесь ничего сложного 4 мы просто идем по одной линии если у вас не петляют узор вам вообще легко будет это сделать понимаете вот так петельки если не неудобно не получается можно использовать крючок сейчас я наберу несколько петель и мы посмотрим что у нас получается с лицевой стороны вот набрано я разворачиваю вязание и по лицевой стороне мы не видим ровным счетом ничего потому что мы под лицевые петли до подбираем нашу ниточку и на изнаночной на лицевой стороне жакета у нас получаются изнаночные петли и нам конечно же ничего не видно вот так вот аккуратно то есть с внутренней стороны у нас образуются на спицы вот такие петельки с лицевой стороны мы ничего не не видим вот на готовой планке также я покажу не видно да вместо где стыкуются наш узорчик поэтому мы поднимаем дужки лицевых петелек и протягиваем под них ниточку и так делаем до конца до того момента где у нас должна закончиться планка и когда подойду к верху воротничка я вам покажу у меня наверху уже обработан вверх айкордом я покажу до скажем так какого места я буду набирать итак друзья я подошла к воротнику к верхней планочки да у меня набраны все петли с изнаночной стороны выглядит вот так я дошла до айкорда я последнюю до петельку до последней лицевой петли подобрала петлю и дальше где у меня идет кромка да уже айкорда я уже по и коду ничего не набираю и корт отдельно планка отдельно так и смотрите у нас получается что если мы посчитаем количество наших кромочных петель и количество наших поднятых петель то подняли мы в два раза больше чем у нас есть кромочных петель поэтому сейчас в обратную сторону изнаночными петлями мы идем обратно без изменений без убавок без чего либо просто берем и провязываем изнаночный ряд изнаночными петлями а в следующем ряду в лицевом ряду когда мы пойдем вязать уже с вами лицевыми петлями нужно будет делать убавки и так первый ряд получается провязываем без изменений изнаночными петлями кромочную снимаем и просто изнаночными гоним этот ряд до конца так изнаночная провязала дальше я кромочную снимаю и каждые две петли да я провязываю вместе 2 вместе лицевой 2 вместе лицевой 2 вместе лицевой таким образом у нас количество петель уменьшится в два раза и будет равно количеству наших кромочных петель такой способ как бы он будет немножечко стягивать план куда будет немножечко стягивать край самого изделия то есть у нас не будет сильно оттягиваться вниз вот этот край изделия у нас не будет сильно он растягивается он наоборот немножечко подпрыгнет но у меня меринос и он имеет свойство растягиваться он достаточно тяжелый поэтому я убрала да вот это каждые две петли и ровно сколько у меня петель на планке столько петель у меня по кромочным подняты если у вас сильно стягивает полотно если она не будет у вас потом сильно растягиваться или вы не хотите такой под немножечко до под сборенный эффект он вам не нужен то можно в принципе убавок делать меньше то есть через одну петлю делать убавки но тогда когда будем по кромочным поднимать петли то поднимать их нужно будет соразмерно тому сколько мы убавили петель и так друзья ряд с убавками я закончила по две петли вместе все провязала все петли провязала в конце у меня осталось 1 кромочная и провязала изнаночной дальше я начинаю вязать лицевой глади просто высоту ничего не прибавляя не убавляя сколько вязать высоту столько сколько у вас должна быть планка у меня планка с узором да и чтобы узор был выглядел красиво мне нужно немножко растянуть до чтобы он по планке был хорошо раскладывался хорошо выглядел а вот поэтому я вот так растянула примерила что-то примерно 3 3 с полиной сантиметра связала лицевой глади столько же приложила друг дружки посмотрела что нормально и потом уже соединяла и так я сейчас высоту где-то но для себя девять или десять рядов провяжу посмотрю сколько мне понадобится и на моменте когда мы будем переходить уже на то чтобы у нас по всей длине был айкорд в общем к этому моменту мы с вами встретимся вяжем высоту столько сколько вам нужно ориентируясь на ваше собственное вязание так вот я вырезала высоту свою планочку лицевой глади я складываю пополам дают натягиваю свой орнамент и уме мне все нравится как она будет выглядеть по итогу я провязала в итоге 11 рядов и смотрите дальше мы что будем делать дальше нам нужно набрать петли по краешку по кромочным петелькам вот здесь по краю баски набирать мы будем из каждой кромочной петли по две петельки таким образом до чтобы шовчик до от вот этих косичек оставался на изнанке из каждой по 2 почему по 2 потому что если мы наберем по одной то вот эта планка соберется вот в такой рогалик и будет подпрыгнутая такая вот нам этого эффекта не нужно поэтому сейчас я пускаю камеру и буду показывать как я буду подбирать эти петли и так я вот определилась себе какая у меня будет кромочная первая беру ниточку беру спицу и так завожу под кромочную под одну до полупетлю кромочной завожу под переднюю спицу вытягиваю ниточку теперь тут же завожу еще раз в эту же кромочную но уже под вторую полупетлю вот так вытягиваю еще раз петельку 2 до чтобы у нас не образовался никакой дырки подтягиваем хорошенечко эти петли и следующая кромочная 1 2 1 2 набираем столько сколько набирается да то есть у нас с вами получается из каждой кромочной по 2 петельки вот таким образом я их поднимаю к себе то есть прошлую планку я их как бы но наоборот от себя поднимала чтобы у нас на передней нашей стороне все выглядело красиво вот так это выглядит вот здесь то есть мы по кромочным еще ничего не набирали и вот так переходит спицы сейчас с вами наберем про вяжем изнаночными до вот этого места перехода на планку и будем подбирать петли вот здесь по вот этого уже стране по кромочной стороне вот это вот там где у нас узор и так вот я набрала все петли по здесь по кромочной разворачиваю вязание на изнаночную сторону и еду изнаночными петлями я их даже не считала это не столь важно просто кромочную первую мы снимаем и вяжем изнаночными до момента пока мы не перейдем к лицевой планке так вот я дошла до этого момента вот у меня спицы нитка которая между этими петельками берем нашу планку которая идет с узором и получается из под каждой кромочной петли мы вытягиваем по одной петельке вот я буду от себя их поднимать вот так чтобы у меня на лицевой стороне было красиво а косичка с этими кромочными петлями оказалось внутри нашего внутри нашей планки вот так и из каждой кромочной вот таким образом поднимаем петли на спицу так делаем до конца пока у нас не кончится кромочные а там где мы придем к аккорду я вам покажу что я делаю и так я подобрала все петельки под кромочными да и подошла вот у меня здесь моменте где у меня аккорд из этого аккорда я достану получается подниму еще три петли 2 кромочные 1 кромочные 2 как бы лицевыми у меня будет аккуратненько под петельки этого аккорда я залезу и достану подряд три петли еще просто для того чтобы у нас красиво заканчивался краешек нашего жакета 1 2 и 3 вот таким образом вот вот они три петли из аккорда дальше что мы делаем смотрите дальше мы берем комплект наших спиц которые у нас основные у меня это четверка и вот эти петли которые у нас были до лицевыми провязаны мы просто переснимаем на комплект основных спиц я их беру вот просто перри переснимаю в принципе можно когда вяжем вот эту лицевую планку последний ряд просто провязываем когда последний ряд идем к краю вот к этому нижнему краю мы можем его просто перевязать но провязать на спицах нужного размера да то есть я могла взять поменять на четверку и не мучиться но так как я вечно забываю сменить комплект спиц я просто провязываю и потом вот так вот просто переснимаю это как вам будет удобно итак друзья мои я пересняла ту планку свою на четверки в руках у нас с вами будет значит в правой руке у нас основная спица номер четыре в левой руке у нас будут две спицы четверка которая у нас дал на которой у нас петли внутренней планки и не тройка да на которой у нас петли внешней планки что мы будем делать сейчас мы будем их соединять вместе провязывая по две петли вместе у меня получается передо мной лицевая сторона следовательно я буду связывать их лицевыми петлями когда я вязала предыдущую планку я провязывала по две петли вместе изнаночными потому что передо мной было изнаночная сторона и так что я делаю первые петли я провязывать буду не связывая значит кромочную я снимаю 2 петли лицевые по айкорду которые мы набирали я провязываю лицевыми ничего не связывая то есть все петли которые я подобрала здесь по и корту я их просто провязываю если у вас нет здесь рекорда у вас все до конца да вы можете да сразу связывая с первой же петли связывать дальше что я делаю я с передней спицы на заднюю на четверку я переодеваю петлю одну и провязываю их 2 вместе лицевыми одну с передней спицы другую задней 2 лицевые вместе раз дальше опять с передней на заднюю переодела 2 вместе лицевой провязала еще раз переодела 2 вместе лицевой провязала когда делаем изнаночные делаем все то же самое только когда переодеваем провязываем изнаночной петлей чтобы но на лице на лице на лице оставалась лицевая лицевые петельки сейчас я провяжу с вами немножко и покажу что у нас получается вот переодеваем мы с меньшей спицы на большую вот чтобы не запутаться в спицах просто с меньшей на большую переодели провязали 2 вместе вот в нашей правой руке должна быть спица основного размера то есть большего размера так и вот таким образом мы их и провязываем дом того момент пока не у нас не закончатся так ну давайте сейчас посмотрим что у нас получается получается у нас вот такой краешек вот так это все выглядит аккуратненько с внутренней стороны вот такой как шовчик из изнаночных петель все выглядит аккуратненько и красиво и так мы делаем до конца пока у нас с вами не закончатся петли на спицы вот на задней спицы на планке которую мы вывязывали с вами лицевыми петлями и так вот я получается провязала по 2 петли вместе даст передней задней спицы дальше я лицевыми петлями по стороне баски провязываю все 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 до последней петли и оказываюсь внизу изделия у да у самого низа изделия получается что если я сейчас развернусь на изнаночную сторону да на другую сторону развернули знание у меня будет изнаночная сторона и айкордом с изнаночной стороны никто не закрывает потому что красивая айкорд выглядит поэтому сейчас мы с вами поднимемся обратно из на ну получается изнаночный ряд один провяжем его не нужно раз хлябана вязать вяжем достаточно туго изнаночными петлями доходим до самого верха нашего изделия до верха воротничка чтобы снова оказаться так чтобы перед нами оказалась лицевая сторона изделия и будем закрывать обычным айкордом когда я закрывала свою предыдущую планку получается я во первых я начинал немножко не оттуда во вторых получилось так что я собрала изнаночными до петлями по две петли вместе у меня была изнаночная сторона передо мной я изнаночными собирала я провязала изнаночными петлями вот этот момент вдоль баски я развернулась передо мной оказалось лицо планка то другая зеркальная поэтому мне здесь лишний ряд не был нужен поэтому предупреждаю вас что как бы чтобы если вы будете вязать моему мастер-классу то на одной планке нам нужен будет лишний лицевой изнаночный точнее ряд а на другой планке не нужен то есть я развернулась и снизу изделия пошла наверх поэтому нам нужно сейчас вернуться обратно к воротничку и будем уже закрывать аккордом изнаночный ряд вяжем самостоятельно и так вот мы пришли к началу нашего вязания у нас впереди лицевая сторона и будем закрывать самым обычным простым аккордом в его вязание нет ничего сложного что делаем у нас первая петля кромочная мы из нее провязываем 3 петли вот она у нас стоит мы за заднее ушко захватаемся и вытягиваем петельку одеваем ее обратно еще раз тут уже за переднее удобнее ушко хватаемся вытягиваем петлю так ниточка и опять ее одеваем подтягиваем петельку дальше еще разочек за переднее ушко захватились вытянули ниточку одели обратно на спицу подтянулись вот такая конструкция нас получилось дальше провязываем лицевыми петлями все работаем раз лицевая соскочила 2 лицевая а дальше третью ли ту что вот мы поднимали раз и первое то что вот у нас провязано 2 петли вместе общем лицевой провязываем так все опять вернули обратно на спицу заново раз лицевая провязываем 2 2 вместе лицевой дальше опять провязываем раз лицевая 2 лицевая и 3 2 вместе лицевой и там уже соберем все петли закончим вязание и таким образом у нас спрячем ниточку до закрепим закончим вязание и у нас все 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 будет полностью готово сейчас я покажу что у нас с вами получается вот что у нас получается вот такая вот планочка она у нас не сильно отличается от первоначальные наши планочки доход тут и есть один лишний как бы до рядочек но это не критично не фатально потом в конце когда у нас будут закрыты все петельки когда у нас вдоль по всему этому шнурочку вдоль по всему краю будет шнурочек нужно будет закрыть вот эти дырки до чтоб у нас не пролазил в них палец что мы будем делать у меня вот здесь где воротничок получается остался хвостик я с помощью вот этого хвостиком зашью вот эту дырку если таким же образом делать манипуляции на другой планке то мы по идее придем вот сюда закрывая аккордом у нас здесь останется хвостик ниточки и мы тоже можем закрыть эту дырку внизу у нас где планку мы начинали набирать у нас тоже есть дырочка и и мы будем зашивать тем хвостиком который мы оставили когда набирали петельки просто ниточкой аккуратненько подхватываясь под петельки нашего основного полотна аккуратненько пришиваем следим чтобы не деформировалась верхняя до лицевая сторона изделия и все и наша планка будет полностью готова сейчас я подниму камеру и еще раз быстро и коротко вам расскажу что мы делаем последовательность что зачем и так что мы делаем берем нашу планку находим на планке дорожку из лицевых петель то есть на изнаночной стороне это будет на лицевой стороне это будут изнаночные петли на изнаночной стороне лицевые петли выбираем себе эту дорожку по вдоль по этой дорожке мы поднимаем петли на спицы которые на два размера меньше спиц основного вашего полотна можно взять на один размер меньше я взяла на два мне так было удобно и мне нравится результат дальше набрав петли снизу изделия вверх изделия мы провязываем изнаночный ряд возвращаясь обратно изнаночными петлями вниз изделия далее так как у нас мы поднимаем по хватаясь за петли до в каждом каждом ряду у нас количество кромочных в два раза меньше чем количество петель поднятых поэтому мы берем и делаем убавки каждые две петли провязываем вместе лицевой петлей если вы хотите сделать более такую не собранную да не собранный край то например 1 петлю провязали лицевой 2 закрыли вместе провязали одно лицевой 2 вместе 1 лицевой 2 вместе и тогда на кромочной когда будем поднимать тоже это учитываем одну из одной кромочной одно поднялись другой 2 из 1 1 из другой 2 далее сделав все убавки вяжем обратно поворотными рядами лицевой гладью высоту столько сколько вам нужно столько сколько у вас занимает ширина вашей планки далее вернувшись лицевой лицевыми петлями если у вас такая же планка как у меня не на все изделия а вот частично именно вам нужно будет закрыть это дело также как не айкордом вернувшись сюда к месту где мы начинали к низу изделия мы начинаем подбирать дальше там где у нас не было планки начинаем подбирать из каждой кромочной по две петли подобрал до конца изделия мы разворачиваемся и лицевыми петлями провязываем до момента пока не дойдем до открытой нашей планки далее там где у нас основное полотно дошли до этого момента и начинаем из каждой кромочной по одной петле поднимать поднимаем 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 доходим до верха изделия дальше мы берем комплект спиц основные и да у меня это спицы номер 4 и переснимаем из планки которую мы вывязывали спицы давно на вторые спицы все петли пересняли у нас получается что верхняя планка у нас на одних спицах нижняя планка на других спицах разворачиваемся и начинаем по 2 вместе провязывать петли если у вас перед вами изнаночная сторона то провязываем все изнаночными петлями по 2 вместе из передней и задней спицы если у вас впереди оказалась лицевая сторона то также по 2 вместе провязываем с передней и задней спицы провязав все вместе дойдя до места где у нас заканчивается вот эта вторая планка мы изнаночными петлями в случае с другой планкой лицевыми петлями мы провязываем просто до конца изделия до самого низа и оказавшись в самом низу изделия мы оказываемся да на лицевой стороне начинаем закрывать айкордом все 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 петельки айкордом из трех петель дойдя наверх до воротника заканчиваем вязание зашиваем дырочку от планки сверху зашиваем дырочку от планки снизу и наше изделие готово что касается другой планки мы можем прийти таким образом к низу изделия то есть у нас немножко зеркальное у нас получается на один ряд больше то есть получается передай айкордом мы оказались внизу изделия у нас следующий ряд изнаночный и дабы нам закрыть айкордом на лицевую сторону мы один изнаночный ряд провязываем и закрываем айкордом разница невелика между одной и второй планкой будет единственное важно провязать достаточно туго плотно изнаночный ряд вот и все вот и вся премудрость такой изнаночной красивой планки вяжите с удовольствием используйте этот метод если он вам понравился если видео понравилось ставьте видео лайк обязательно подписывайтесь на канал будем с вами что-нибудь еще обязательно вязать и разбираться в чем-нибудь новым я желаю вам всего самого доброго до новых встреч новых видео пока пока